Почти 40% месячной нормы осадков выпало за два дня в Иркутске. Во всем регионе декабрь выдался снежным, отмечают в правительстве. Уборка снега на дорогах остается одной из важнейших проблем. Ее контролируют сотрудники регионального Минтранса. Наиболее интенсивные автомобильные дороги обработали песко-соляной смесью. Это позволяет технике быстрее справляться с уборкой снега. На улицах области работает более 500 машин. По словам губернатора Игоря Кобзева, этого достаточно для обеспечения бесперебойного движения по автодорогам. Мэр Иркутска Руслан Болотов рассказал, что также вывозят снег, очищают тротуары и остановки. Он напомнил, что очистка придомовых территорий – обязанность управляющих компаний. 32,5 тысячи жителей Иркутской области заразились ОРВИ за прошедшую неделю. При этом в городах региона также болеют гриппом и туберкулезом. В Братске, отмечают специалисты, доля привитых от гриппа детей составляет 56% и не достигает планового уровня из-за перебоев с поставками вакцины. Специалисты Роспотребнадзора призвали организовать в медучреждениях входные фильтры, чтобы здоровые пациенты не контактировали с болеющими. Кроме того, за 11 месяцев в Братске выявили 108 новых случаев туберкулеза, что на 41 больше, чем в прошлом. Эпидемиологи связывают это с понижением иммунитета из-за коронавируса и уменьшением количества обследований во время пандемии. Поэтому сейчас туберкулез стали выявлять не только среди групп риска, но и у благополучных врачан. В этом году от болезни умерли уже 8 человек в городе. Поэтому врачи рекомендуют регулярно проходить флюорографию. Прошлый год и позапрошлый год, это годы ковидные, когда объемы целебных медицинских мокров по выявлению туберкулеза были существенно снижены. С одной стороны, общее количество исследований соответствовало предыдущим периодам, но была существенно снижена работа по выявлению в группах риска. Ангарск вновь страдает от нашествия бездомных собак. В округе их около 250, стерилизованы меньше половины. Вопросы отлова, стерилизации и вакцинации ежегодно поднимают в администрации округа. По словам специалистов, одна из проблем – недостаток финансирования. На отлов, лечение и содержание одного животного выделяют около 7 тысяч рублей, тогда как стоимость всех услуг по предложениям от ветеринаров составляет более 17 тысяч. Жители по-своему борются с этой проблемой. Кто-то рассыпает отраву во дворах, чтобы сократить количество собак, а другие открывают приюты, стараясь хоть и временно, но помочь четвероногим. Все депутаты находятся в непосредственном контакте с теми специалистами, которые осуществляют эти мероприятия. У нас верные к ним претензии. Еще раз повторю, у нас есть большие претензии к финансированию, которое выделяется на эту деятельность. 33 машины не захотели пропускать пожарных и скорые. К такому выводу пришли полицейские при Ангаре. Они провели профилактические рейды «Маячок». Их цель – напомнить водителям, что важно уступать место на дороге автомобилям с мигалкой и сиреной. Мероприятие прошло по всей области – в Иркутске, Братске, Ангарске, а также в Тулунском, Шелиховском, Нижнеудинском и Устилимском районах. На дороге выехали 26 экипажей ДПС, 8 медицинских автомобилей и 3 машины МЧС. На всех нарушителей составили протоколы. Им грозит штраф до 5 тысяч рублей или лишение водительского удостоверения до одного года. Дорожные полицейские отмечают, что за этот год на территории Иркутской области произошло 27 ДТП с участием спецтранспорта. В результате один человек погиб и 23 получили ранения. В Усть-Куте продолжают курс «Сестринское дело». В ноябре его закончили уже 22 человека. Но желающих было так много, что сейчас сформировали еще две группы. Всего в этот раз сертификаты получат 30 человек. В основном это женщины разного возраста. За четыре дня они узнают, о проведении сердечно-легочной реанимации, видах кровотечений и способах перемещения пострадавших. Обучают их врачи местных больниц. Участники курсов рассказали, что хотят получить медицинские знания, чтобы быть готовыми к любым ситуациям и помочь своим близким. В конце курса обучающиеся пройдут итоговое тестирование и получат сертификаты.